Добрый день! Начать теневой экономики. Понимаете, теневая экономика для Украины это фактически спасение. То, что теневая экономика выросла в 2015, субстранили с 2014, тем более с 2013 годом, это еще раз говорю, что экономика умеет выживать. Если бы у нас не было теневой экономики, действительно рухнуло все. По-моему, действительно сейчас именно теневая экономика позволяет украинцам пережить кризис, который образовался после Майдана. Плохо? Плохо. Теневая экономика имеет один существенный недостаток. Она не дает нормально работать экономике. Понимаете? Мы говорим, инвестиции. Так какие инвестиции? Любой эксперт посмотрит, у вас большая доля теневой экономики, я не работаю. И он прав. Плюс ко всему, большая доля теневая экономики, естественно, бюджет нормальной работы не может. Никогда. Ну и в-третьих, понимаете, что есть такое противоречие. С одной стороны, вроде бы хорошо, зарплату дали в конверте. Окей. Но могут ведь не дать. Теневая экономика, она все-таки немножко такая каламбурная, нестабильная, ненадежная. Нет такого понятия, как стоимость рабочей силы. Сегодня работаешь, сегодня платят. Завтра не работаешь или работаешь, тебе не заплатили, обманули, перекрутили. Тебе нет стабильности. Получается, тут ты заработал, а тут ты все по делу. Да, некоторым это нравится. Ах, сразу заработать много. А бывает много не заработаешь. А бывает, ты хочешь заработать много. Вроде бы что-то получалось, и все рухнулось. В идеальном варианте, в идеальном варианте, доля темной экономики в стране должна быть не больше 10%. Не больше, лучше 5-7. У нас почти 50-47%. Причем, видите, что она растет. Будет ли расти дальше? Однозначно будет. Почему? Считаем ДС. Я несколько разговаривал. Считаем ДС будет стимулировать рост темной экономики. Второе. Ну, вот эти реформы налогов, которые предполагаются. То есть, еще раз, рост НДС, ужесточение таможни, акцизы. Это все теневая экономика. Ну, и на сегодняшний момент крах банков. Понимаете, что произошло? Многие юридицы, которые пользовались банками, были крупными банками. Они были уверены, что не может такое произойти. Но, Насбанк разорил в большие банки. Многие юридицы потеряли очень большие деньги. И сейчас они действительно перешли на расчет за наличку. А где наличка, там тень. Так что, если сейчас мы говорим в 47, я скажу, в следующем году будет больше 50. А может, еще больше. Мы сейчас входим, действительно, плотно входим в 90-е годы. Наличка, кэш, кэш, наличка, бизнес, кэш. И говорим о реформе, о Европе. Красиво получается. Абсурдно, но красиво.